Четвертый год. Азербайджан стремится перейти от постконфликтного периода к мирному развитию и сотрудничеству с Арменией. Необходимо ли для этого подписание мирного договора, обсудили с Ровшаном Ибрагимовым. Есть очень много стран, которые живут без мирного договора. Я слышу от отдельных журналистов, от отдельных экспертов, что говорят, что без мирного договора не может быть мира. Это, скажем так, глубоко необдуманное выражение. То есть сначала надо подумать, есть ли антитезисы этого выражения, потом уже высказываются так громогласно. Есть. Скажем, та же Россия и Япония никогда не подписывали мирного договора с момента Второй мировой войны. Сколько времени прошло. Или Северная и Южная Корея. Нет мирного договора, нету соглашения. Они в состоянии войны. Как же, как и Азербайджан, они подписали в 1953 году о прекращении огня соглашения. Я помню, президент Алиев, это было довольно много лет назад, в 2001 году он участвовал на открытии азербайджанского посольства в Анкаре, это Гейдар Алиев, я имею в виду. И он получил награду от какого-то скажем, фонда турецкого, как миротворец. Миротворец. И он сказал, что... Он очень важную вещь сказал тогда. Гейдар подписал документ о прекращении огня, но не мирный договор. Потому что подписание договора тоже само по себе, как вы сказали, оно не гарантия того, что наступит мир. Это и с этой стороны тоже антитезис можно, как говорится, прокритиковать. В целом же, скажем так, всё, что сейчас делается, это нужно Армении. То, что они нашли в себе или не нашли, будет видно дальше, политическую волю обсуждать изменения Конституции, изменения вот этих вот нарративов, которые во вред самой Армении и в отношениях с её соседей, да и в целом её будущего. То есть это как бы тебе может дать удовлетворение. Может быть, все в детстве брали крашный карандаш и рисовали на карте какие-то исторические территории, плюс те, которые никогда не были частью тех государств, которые, скажем, когда-то исторически принадлежали. Есть какое-то удовлетворение от этого. Но когда ты становишься взрослым человеком, надо думать рационально и прагматично, и не заниматься глупостями. Если государство занимается всё ещё тем, что в руках держит красный карандаш и рисует, как говорится, те детские байки, то это дорого обходится. И это уже есть, например, краткосрочный период независимости Армении с 1991 года. То есть будет ещё больнее, будет ещё больнее. То есть ничего другого формата нет. То есть если они не будут решать свои вопросы, то Армения, во-первых, та, которая имеет ужаснейшую демографическую ситуацию, не имеющую выхода к открытым морям. Два государства у них, соседи, закрытые границы, и у них отношения ой какие. С Ираном у них только горы там. И то они пытаются строить что-то север-юг. Сейчас они, пресловутый там Чабатай-порт в Иране, мол, хотят арендовать, и из Индии они будут что-то переводить оттуда до своей границы, и, мол, оттуда в Европу. Куда в Европу? Не совсем ясно через что. И в России в том числе. То есть через верхний Ларс, который закрыт. И этот Чабатай тот самый, но хотя бы в Армении, я не знаю, кто занимается стратегией, но хотя бы они посмотрели, что Иран пытается там строить свою космическую программу. То есть Чабатай – это город, где будет строиться космодром, откуда они планируют выпускать свои спутники, не знаю, что еще. То есть какой идиот выдаст этот порт кому-то в аренду? Учитывая стратегичность и значимость этого региона, плюс к тому же, если опять проводить параллели между Советским Союзом и Ираном, здесь получается, что Советский Союз был закрытой страной, и определенные регионы просто были запрещены для, как говорится, въезда и выезда именно по этим причинам. То есть не рассчитывая восприятие тех государств, на которые они строят планы, они делают свои стратегические шаги, вот этот перекресток мира и так далее. Это не работает. То есть на данный момент, если Азербайджану не будет предложено с точностью то, что мы требуем, а требования будут расти, Армения получит ничего. То есть на данный момент, я скажу даже больше, Азербайджану, если не подпишет договор, если не будут открыты какие-то там коридоры, Азербайджан ничего не теряет. Ситуация изменилась, и теперь мы можем тянуть время. Если что-то будет подписано, это будет невероятная добрая воля Азербайджана. Азербайджана. Лично я все время повторяю, как личный мой аспект, я против мирного соглашения с Арменией. Это начиная с 2020 года, я высказываю свое мнение, поскольку этой стране это подарок. Мирное соглашение. Это получается, что дать ей возможность нормально функционировать и развиваться. Пока эта страна не станет человеческим лицом, такого права предоставлять – это чрезмерный люкс, как говорится. Недавно Пашинян заявил, что военное сотрудничество только с Россией уже невозможно. Ровшан Ибрагимов считает, что наличие у Армении других военных партнеров – армянские народные галлюцинации. Они заявили Франции и Индии, то есть он открыто заявил об этом, также назвал, как говорится, партнеров. Но это, опять же, армянские народные галлюцинации из части, как говорится, ихнего фольклора. Здесь ты можешь ожидать чего угодно. Там даже можешь ставить военные союзы с марсианами. Самая действенная сила, я считаю. Но при этом надо спросить у марсиан, хотят ли они с вами, как говорится, в блок входить. То есть за них можно там все решать. И в этом аспекте, конечно же, этот регион так не работает. Во-первых, начнем со Франции. Франция в этом регионе никогда не участвовала. Франция – часть НАТО. То есть так она, что хочу, как хочу, не получается. Даже вот Турция, если вы прочитаете Шушинскую декларацию с Азербайджаном, это очень ловкий документ, как бы позволить Турции не нарушать сферу ответственности, которую, как говорится, она разделяет с НАТО. Замечательные документы. А Франция, к тому же, никогда в этом регионе не находилась, не участвовала. Она этот регион не знает. И к тому же ее основным экономическим и другим партнером является Россия. То есть здесь выступать с Арменией вопреки России. Это не вопреки Азербайджана. Что касается Индии, Индии – это вообще непонятно, что ей здесь делать на Южном Кавказе. Какие интересы могут преследовать, скажем так, политики Индии в регионе, которые не имеют выхода к открытым морям. А у Индии психология полуострова. Они на море смотрят. Они смотрят, во-первых, в океан, и все их направление идет туда. И уже какие берега они могут пристать, так и действуют. То есть где-то Армения, покажи им на картинке. Я скажу очень такой интересный момент. Во время вот этого 2020 года в Твиттере была серьезная война. Действовали наши очень информационные войны. И там один индус вдруг появился, и он начал. Он подумал, я армянин. Вот мы вас поддерживаем, мы вас так со всех сторон. А я понял, что он думает, что я армянин. А кто ты такой, что ты меня поддерживаешь? Наша культура древнее. У индуса вообще никто. Он за пять минут вообще перевернулся, начал хаять армян. То есть вот даже без понятия, кто армяне, что армяне и так далее. Культурного этого тоже познания нет. И он так уже думает, что говоря с армянами, который его как можно похаял, я даже его мнение не менял. Он уже изменил свое мнение. То есть нет стратегического видения. Если какие-то рефлексивные аспекты есть, а интересы если брать, то хорошо, ладно. Сейчас много индийцев в Армении, и на этом все. Ну а в Азербайджане в рамках Азербайджана, есть индийская компания энергетическая. И потом, как говорится, все-таки мы более крупная экономика, чем, скажем, Армения. Если вдруг говорим о интересах. И на этом все. То есть искать альтернативу, да ради бога, ищите, пожалуйста, если найдете. Я не представляю. Не представляю, с кем можно это делать. То есть для них это, опять же, они манна небесная, что АДКП терпит их, что как-то молчат. Наоборот, учитывая, что в АДКП находятся потенциальные союзники Азербайджана, ты должен находиться там. Потому что это нейтрализует, завязывает им руки. Это тот же Казахстан, тот же Кыргызстан, та же Белоруссия. И они довольно близкие как раз-таки к Азербайджану, чем, скажем, к Армении. Поэтому ты хотя бы, как минимум, для нейтрализации вынужден находиться в АДКП, чем, скажем, там, Димарша выступает. Эти димарши, я гарантирую, Армении долго обойдутся. Армении, вот закончится украинский, как говорится, контраргумент, в России никто ничего не забывает, как говорится. Это часть внешней политики. А Россия, пускай, пускай выступает. Но это так не проходит. Так гратко не проходит. Ровшан Ибрагимов считает, что желание Ирана восстановить отношения связано с сокращением инструментов давления на Азербайджан. Произошел. Почему не произошел? Мы приостановили свою деятельность. У нас только представительство на уровне консульства в Тибризе. Ну, продолжает свою деятельность посольство Ирана в Азербайджане и консульство в Нахчеване. Конечно, для Ирана это не совсем положительный имиджевый формат, потому что очень многие государства вообще отказались сейчас представлять. Там в последний год они восстановили отношения с рядом стран, например, Саудовской Аравии и так далее. они желают это сделать из Азербайджана. Но формула восстановления отношений очень проста. Первое – это справедливое решение суда. Мы не говорим, что у нас есть ожидаемое решение суда. Мы хотим справедливого и расследования, открытого расследования, получить выход на это. И второй формат – это обеспечение безопасности посольства Азербайджана в Иране. То есть не то, чтобы там вот этот карнавал произошел, позорный карнавал для Ирана, который действительно позорно, что они не могут обеспечить, скажем так, пусть даже все там честно и никакого там следа нету ни от кого, но уже само то, что вы не можете обеспечивать безопасность работы какого-то представительства любого государства, неважно, Азербайджан или нет, не говорите нам потом, что вы серьезное государство. Но есть и другие форматы давления, например, они задерживают граждан Азербайджана, есть кейс Сафарова, который сейчас осужден на два с половиной года, мы не знаем толком, что там произошло. Его осудили за, скажем там, не знаю, спионаж и так далее. И то есть инструмент возможного давления, он может продолжаться и в других форматах, потому что у них такой интерес то, что как бы внедрять особенно посредством радикалов свои интересы внутри страны, то есть подготовка и лоббирование, и скажут там, что еще, и использование их на территории Азербайджана. В принципе, это пресекается, но у нас, или же, как говорится, азербайджанские службы информированы о потенциале. Ну, как следствие, мы были свидетелями задержаний, скажем, сети в 2023 году. То есть это все еще на, как говорится, в обзоре Азербайджана. И как следствие, я хочу сказать, что, видимо, инструментов давления ориганом сокращается, что они желают все-таки восстановить отношения и привести на прежний уровень. Продолжение следует...